Ну, потому что китайцам наверняка просто надоело видеть одних и тех же супер вылизанных участников. Тут появляется Владик, который просто с каменным лицом, его ничего не веселит, ему всё равно... Я посмотрела, о чём вообще шоу, да, ну, чтобы хоть чуть-чуть понимать, о чём речь. Один отрывочек, где нужно было в каком-то конкурсе соблазнить девушку. И там один китаец прям из кожи вон лез, чтобы её соблазнить, там... И когда очередь дошла до Лилуша, эта девушка просто сказала, Лилуш, улыбнись. Он улыбнулся, весь зал стоил хлопать. Владик не умеет ни петь, ни танцевать, ни выступать, ничего. Послушайте его рэп. Видно, что ему уже на всё пофиг, он уже просто на приколе. И знаете ещё, если вы хотите задать вопрос, а почему бы он просто не соберёт свои манатки и не уйдёт? Потому что он не может. Он подписал контракт, и он должен будет заплатить огромную сумму за неустойку, да? И он и сидит, и ждёт, когда его выгонят. В общем, будем надеяться, что он либо свыкнется со своей участью, и будет просто брать от жизни всё, и просто уже подумает, ну вот я здесь, ну так получилось, ну придётся. Потому что человек, как мы знаем, ко всему привыкает за 21 день. Либо его, наконец, выгонят. Ну и ещё. Я нашла видео, где он кому-то аудиозапись записывает. И я просто заорала, просто заорала в Галатину. Послушайте, что он говорит про это шоу. Через пару недель, наконец-то, закончится это шоу. Короче, наконец-то, я пойду домой. Это вообще кринч, просто я не знаю, что там показывают. Такой кринч.